На протяжении долгих лет районным обществом краеведов при поддержке местной власти велась работа по охране исторического центра города Видное. На регулярной основе местные краеведы проводили большую просветительскую работу. Со стороны администрации Ленинского района были подготовлены материалы о внесении изменений в правила землепользования и застройки, а также документы для Главного управления культурного наследия Московской области. 13 октября состоялось подписание распоряжения о присвоении исторической части города Видное статуса достопримечательного места. Соответствующий документ начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская лично вручила главе Ленинского района Олегу Хромову. В приветственной речи Валерия Березовская отметила, что старая часть города Видное является одним из лучших образцов архитектурно-градостроительного искусства, и сохранить это место нетронутым для потомков очень важно. А одним из основных пунктов данного распоряжения является запрет на застройку по улицам Заводская, Медицинская, Гаевского, Строительная, Школьная, Пионерский переулок, Бульвар Зеленой аллеи, межквартальные проезды вдоль границ Центрального парка и Видновского лесопарка. Теперь Центр Видного является объектом культурного наследия, благодаря чему сохранится неповторимый облик старого города, который первостроители создавали для своих потомков. В продолжение темы. Наша съемочная группа решила поинтересоваться у местных жителей, насколько им действительно важно, чтобы архитектура исторической части города была сохранена. На той неделе признали Центр города исторической достопримечательностью. Как вы считаете, важно было подписать такое распоряжение? Правильно, так должно быть. Я даже очень рада, наконец, дом культуры отремонтировали, чтобы сохранялось, чтобы дети знали. И детям надо и в школе об этом рассказывать, и, может быть, и в садиках старшей группы, что дети гордились, что берегли. Очень важно. Я сама живу в старой части города. Вот еще мой дед, скажем так, строил все это, сажал яблони у нас на Гаевской. Для меня очень ценно то, что Олег Владимирович добился того, что все это сохранится. Так что мы счастливы. Оно всегда, по-моему, таким считалось. Я так думаю, я живу здесь, в этой старой части города. Мне нравится наш старый город. И вообще, красивый город старый. Мне очень нравится. Ну, мне кажется, это важно. Важно, важно. Ну, и сами здания, они очень редкие. Все-таки 60 лет прошло с тех пор, как их возвели. Они украшают, украшают. Чтобы молодежь наша знала, и дети. Мы поддерживаем это. Важно, чтобы парадок доводили, чтобы сохраняли эти дома, как-то ремонтировали. Достопримечательность. Чем хорошо? Что ничего не снесут, ничего не построят новое. И потом здесь красиво все. Мы всю жизнь живем. А потом мы живем уже 70 лет. Да, да. Так что и в этих домиках живем. Больше сколько? Да, поэтому, конечно, хорошо. Сносить не будут. Более так уже. Вроде и комфортно. И зелень. А, естественно, если строить новые, то уже и зелень убирается. Уже газоны идут. Это уже пейзаж города совсем другой уже. Вид совсем другой. Площадь совсем другая. Так, конечно, она открылась хорошо. Но будем ждать, когда эта молодежь поднимется. Деревья молодые. Деревья молодые.